Я Андрей Гереванович, мы называемся «Школа исторической каллиграфии». И мы взрослых, не детей, учим, ну уж сядем, учим истории письма с пером в руке, так сказать. Особенность нашего подхода в том, что мы, с одной стороны, так довольно серьезно говорим о письме, истории письма, с другой стороны, ну вот, вполне серьезно сами пишем. Хотя, казалось бы, это очевидно, если ты исследуешь, как раньше писали, то надо смотреть, как раньше писали, и писать, как раньше писали. Тем не менее, почему-то так никто не делает. Потому что ученые-полиографы считают, что это профанация самим писать. Ну, чего я буду в свои там 40 лет, рассуждают ученые. Брать в руки гусиные перья, учиться писать, если раньше это с молодых ногтей люди сделали. Хотя могли бы это с института делать вообще-то. Поэтому, считаю, палеографы это, ну, совсем ненаучно. И какое мои экзерсисы имели бы отношение к действительной истории письма, рассуждают ученые. И не пишут. Просто описательно смотрят на старые буковки. И, ну, собственно, в чем задача палеографа? Посмотреть на палеографию – это вспомогательная дисциплина. Вспомогательная, значит, она нужна. Историк к тебе приходит, дает, обветшал ей кусочек пергамента и говорит, ну, скажи, когда это и где написано. Палеограф посмотрел, сказал, ну, судя по таким буковкам А, это, наверное, Бавария. А судя по таким буковкам Б, это, ну, вряд ли, вряд ли сильно позже, там, 16 века, например. Все. Историк говорит, спасибо. Спасибо, на этом функция палеографа закончилась. Судя по грамматике. Ну, или там лингвисты примерно так же. С другой стороны, каллиграфия сейчас, как известно, часто бывает такая сугубо развлекательная, я бы сказал. Ну, то есть сидят какие-нибудь там тетеньки, кому за 40, и давай там, а вот сегодня мы, пожалуй, попишем буковки в стилистике король Артур, так как в Средневековье. А сейчас, давайте, такой будет у нас шрифт, там, Толкин. Все пишут эти загогуленки, вот, радуются. И такого очень много и на Западе у нас тоже. И, как ни странно, золотая середина, то есть, с одной стороны, смотреть, простите, что пока какая-то случайная картинка, но всегда в каллиграфии, вот, всегда подводят всякие технические, ну, поначалу подводят, потом приноравливаешься, технические всякие детали. То двери не пишут, то камеры не показывают. Ну, современная проблема, да, это раньше перенесали, сейчас 21 век, сейчас все можно на камеру. Вот, в общем, как ни странно, такой компромиссный, разумный подход, с одной стороны, смотреть на историю письма, на то, как писали в прежние времена, с другой стороны, не просто смотреть, а писать, такой подход редко, как ни странно, к сожалению, практикуется, и мы именно этим и занимаемся. И оказывается, что это очень многому вообще служит и во многом помогает. Ну, тут всякие бывают курьезы, когда из реальной жизни, когда ученые, которые всю жизнь занимаются исследованием, допустим, там, папирусов, в жизни не пробовали писать на папирусе. Ну, потому что я же ученый, там, мне надо в библиотеках сидеть, а самому корябать пером как-то, ну, что это такое. И когда его просят показать, как это было написано, да, они очень неловко себя чувствуют при этом. И поэтому, вот, я даже начал сейчас коллекционировать такие ляпы всяких именитых шрифтовиков, когда, например, человек пишет, с какой удивительной грацией в букве О, там, тон, толстая и тонкая чередуется, как организуется контраст, ты думаешь, господи, ты вот сам возьми один раз в руки любое плакатное перо, и вот кружочек нарисую, и ты не будешь говорить о том, с какой удивительной грацией, такая автоматическая грация. По-другому-то и не получится. Ну, в этом смысле, сейчас мы попробуем что-то такое показать, что пишем. Темновато, ну, что поделаешь. Не даст свет сверху. Если у кого-нибудь есть какой-нибудь, был бы какой-нибудь локальный фонарик, то это могло бы дело. Не знаю, не взял просто. Нет, на самом деле, это нормально. Нет, а это как раз. Ну, ладно, сейчас приноровимся. Ну, так, короче говоря, вот мы обычно наш самый первый базовый курс начинаем с того, что показываем, что если правша, писали, как правило, правши, берет в руки какой-то удобный для него инструмент, каким-то удобным для него манером, то у него получается писать, например, хрясь, 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 русскую букву И, латинскую букву Н, хрясь, хрясь, хрясь. И здесь нет ни грации, ни, так сказать, какой-то особенной, ни какой-то там, не знаю, традиции в том, что здесь перекладина тонкая, а здесь толстая. Здесь есть только то, что правша пишет правой рукой удобным для себя образом. Если бы он писал менее удобным образом, то у него получалось бы как-то, может быть, немножко иначе. Ну, менее удобных, на самом деле, гораздо больше, да? В принципе, в конце концов, все приходят к оптимальному, то есть методом такого выбора приходит к тому, что удобно держать строго вот так, как в конце концов мы показываем. Ну, таким образом, на самом деле, это одна из самых наших любимых таких материй, что буквы, самые современные буквы, вот просто наши с вами, на удивление, много помнят и не просто свои истории, а своей вот каллиграфической истории. И почему они такие? А, видимо, почему-то это лучше. Может, там не будут проверить? Так, пожалуйста. Так современные буквы, на удивление, хорошо помнят какие-то такие чисто технические перипетии своего исторического развития. Ну, начиная с вот таких вот самых базовых вещей, или того, что вот из этой же серии у буквы А левая палка всегда будет тонкая, правая толстая, там промежуток какой-то перекладина средний, у буквы латинской В будет наоборот, там толстая, тонкая. Это получается автоматически просто, когда пишешь каким-то плоским инструментом. Инструмент всегда был плоский поначалу, просто потому, что так удобнее оттачивать или тростниковое перо, или гусиное, или что-нибудь такое. И так оно и дольше служило, чем острое. Ну, вообще говоря, мы по схему сегодняшнего рассказа можно еще подкорректировать, в зависимости от ваших пожеланий. Но мы планировали вначале немножко так конспективно пробежаться по истории нашего кириллического алфавита, а потом немножко, ну, просто какие-нибудь пописать интересности, всякие красоты. Но мы готовы, если не сутками, то часами, рассказывать про буквы, что такое показывать. Поэтому мы будем все свои страны готовы, да, вот кричать «Будя», а это вот самое для вас будет правильное. То есть, если помидор полетит, значит, понятно, что в этом умеет. Ну, с чего можно было бы начать? Ну, как такие буквы вообще, чего они такие-то стали, да? То есть, как финикийцы их придумали, греки их упорядочили, римляне довели до дома. Ну, да, то есть мы вот в истории письма постоянно сталкиваемся с сюжетами. 2000 лет это все так быстренько сформировалось. Вот, как раз к Рождеству Христову. И дальше уже просто пошло такое развитие, уже дизайнерское развитие письма, когда в I веке сформировался шрифт, который сейчас считается самым красивым, ну, он таковым и является. И от него, в общем-то, пошло все остальное развитие письма, и пошли все вариации. То есть сначала надо было просто писать, хотя были, конечно, и, ну, такие бытовые надписи, да? Вот то, что мы сейчас называем курсивом. Вот, но и были парадные, то, что... Ну, вот сейчас вы не застали. Сейчас эти шрифты мы на рекламе иногда видим. Не иногда, а все время, наверное. Вот, раньше это было на плакатах-лозунгах, когда вот есть парадный шрифт, вот, им пишется там слава, там, кому-то очередному. Вот, а люди между собой писали, ну, очень обычно, очень спокойно. Вот, до нас, естественно, дошли именно парадные надписи, которые выбиты в камни. Вот, а бытовые, они как-то в очень небольшом количестве, и все больше где-то в таких нетривиальных местах, как помойки-то, не знаю, свалки. Ну, так, чтобы не быть голословным, нас всегда очень занимают, ну, сюжеты вроде следующего. Вот, как известно, алфавит, большинство современных алфавитов, уж во всяком случае европейские, наследуют финики, это наследники алфавита финикийского. А он, в свою очередь, как кажется, первый, собственно, буквенный алфавит, то есть не иероглифический, не там слоговой, а просто звукобуквенный алфавит. И вот жила-была финикийская буква Далет, которая была треугольничек, ну, в какую попала сторону. Собственно, поначалу буквы, в начале своего развития, не... Ну, тут было не только не до красоты, но даже часто не до направления, как известно, даже с направления письма сразу слева-направо, или справа-налево, или сначала слева, потом направо, потом сначала слева, потом налево, и так далее, и так далее, бастрофедон так называет. Даже с направления письма поначалу не было какого-то единства. А если ты пишешь в одну сторону, а потом пишешь в другую, то знаки, как правило, тоже переворачиваются. Если бы вас сейчас попросили написать строчку справа-налево, то, скорее всего, даже сами об этом не задумываясь, вы какие-то знаки, ну, там, русская букву Ян написали в каком-то благотенском, и там, например, и на букву Я развернули бы. Ну, вот как дети, когда учатся письмо, они все время переворачивают знаки туда-сюда. Поэтому ничего удивительного, что поначалу, когда алфавит был в своем таком младенческом состоянии, буквы вообще имеют тенденцию кувыргаться. И этот вот дали финикийский. У греков, как правило, на свое основание становился, получалась вот такая вот картинка. А у римлян, впрочем, как и у западных греков, он чаще вот как-то вот так становился. Это был треугольничек, ну, который там крутился по-разному. А дальше... Ну, треугольник, он какой есть, вот есть треугольник, и есть треугольник. И так вы на дерево смотрите, что справа, что слева, но дерево и есть дерево. Так же и буква воспринималась. Вот есть определенная форма буквы, и как ты ее не крути, она будет этой буквой. И вот в том самом бюстерфизоне, где первая шепка вправо пишется, вторая налево, все нечетные вправо, все четные налево, там просто есть буква. И ну вот она повернулась туда, но ее все равно читают совершенно однозначные буквы. Так же и здесь, вот пример с буквой Д очень характерный, очень такой указательный. Ну, дальнейшая трансформация, то, что в мире латинском и угольничество превратился в такое, это очень понятно, и это первый, который мы сегодня встречаем, такой вот уже чисто голлиграфический сюжет. Как такое превращается в такое, понятно. Как только ты переходишь от твердого материала, от вырезания там в камне к письму по мягкому материалу, изначально папирусовому, то у тебя нет-нет, да и начинаются какие-то такие вот округления. Ты попишешь, витчок в другой треугольничке, а потом нет-нет, и начнешь схалтуривать и округлять. Поэтому, ну, это давно в истории письма известно, собственно, даже две разные же науки. Есть наука-эпиграфика про древние надписи на твердых материалах, высеченные, а есть наука-полиография про древние надписи на мягком материале. Это настолько важно, что даже стало ну, сферой разных... И поэтому, ну, это очень естественно. И таким образом, и это, и многие другие буквы претерпели вот такую вот трансформацию. То есть, поначалу они были угловатые, потом они закрепились в качестве формы такой вот, ну, производной отмятки материала. Причем, если позволяем эту форму буквы, да, если она при этом не терялась самого смысла. Потому что, если какую-то другую букву изменить, она просто станет отражать другую зиму. И, собственно, а ну, давайте пройдемся, раз уж мы здесь по латинской букве, ну, вот, эта буква D, она писалась, ну, если так более парадная, то она писалась, например, раз, два, три, там, грустики, например, вот такая, тоже так довольно быстрое такое написание, тем не менее. Если она убыстрялась, то понятно, за счет чего. Я еще раз ее напишу, просто обращая внимание на дух, то есть состав элементов, она пишется раз, два, такой башмачок, ну, ну, если постромнить, то три, все остальное. Если это убыстрять, то понятно, за счет чего. За счет сокращения элементов, из которых тут все состоит. Получится раз, ну, и там два. Раз, два, сэкрана. Ну, и рано или поздно такая же форма, но более или менее такая переграфизированная, раз, два. То есть дальнейшая трансформация вот этих, этой латинской буквы, это, ну, вот, дальнейшее округление, ну, и, собственно, приход к такой форме, которую мы знаем, бэпунциальная, и которая дальше следующая. Происходит, собственно, на то, что, во-первых, надо писать все больше и больше, а когда ты больше пишешь, ты выбираешь рукой какое-то наиболее оптимальное такое движение, чтобы оно не легко выполнялось и не мешало писать ни предыдущие, ни последующие. И при уменьшении букв, да, писать, наверное, больше, соответственно, бумаги вам, то есть, тогда это вообще не будет. Вот. И буквы становились все равно меньше, все меньше, и меньше. И когда пишешь маленькую букву, то более-неволее какие-то элементы вот еще хочется сделать чуть длиннее. вот в данном случае вот видите, хвостик здесь вырастает. Видите, держний хвост, то он просто заходил, то он немножко дальше начал заходить, то вообще он сам заезжает издалека. А дальнейшее развитие этого тоже понятно. Последняя форма буквы «тф» пишется в два приема. Раз, делай раз, делай два. Хочется убыстрить, написать все в одно движение. Ради бога это технически, может быть и возможно, но нелогично, потому что тогда мы заканчиваем писать букву где-то вот в этом месте, а потом нам начинается писать следующее здесь, поэтому вообще заканчивать писать букву где-то там слева совершенно нелогично, поэтому неизбежно в целом это принципично, поэтому весь верхний ярус этого был обречен на то, чтобы сбиваться все вправо-вправо, и рано или поздно конечно он не мог не прийти допустим к формам типа ну то есть вот начали писать потом как-то так наверху чуть-таки отметились и дальше но отметились иногда более жирно, но в целом это просто убыстряясь и вот под пером пущущих людей быстрее это вечный двигатель прогресса, если заглянуть в учебник полиографии, то каждая новая глава начинается такими ритуальными словами в какую-то эпоху потребность письма возросла то есть в советском учебнике там в начале еще будет про классы конечно про формирование класса в обществе и так далее а потом вот эти обязательные слова по возросшую потребность письма но действительно с этим все связано и вот да, рву пошел на вкус они поняли что очень удобно с помощью письма фиксировать какую-то информацию какие-то в том числе и бурослужебные книги к тому же население росло на достаре становилось все больше потребностей в клинике все больше вот ну и соответственно все больше становилось письцов а всех христов к сожалению ну сколько людей столько и рук разных и как-то их отделяй поменьше все равно они пишут по-разному и не всех удается удержать в этих же рапорт кто-то начинает все более скоренько писать все более своеобразно если он пишет в каком-то западном пространстве то все окружающие да, кто читает эти книги они вроде бы воспринимают ну нормально да, то есть читать умеют вот пишет этот мастер потом пишет его ученик потом ученик ученика пишет и в них вроде как формулируется свой стиль они постепенно выводят вот данную местность на понимание какого-то определенного стиля письма и при этом даже там ну да 300 километрах от этого места люди могут совершенно не понимать что эти ребята написали только с большой таким напрям понимают вот если есть какое-то общение между ними то конечно они все-таки подстраиваются друг по другу и более-менее обламывают какие-то нюансы позволяющие удобно писать и перехватят друг у друга а если они замкнуты находятся где-то были керированы когда опасно было ездить по дорогам и они просто жили свои отдельные областы в этих областях у них парагировался свой определенный письма которые в общем мы сейчас иначе как кулекарство не назовем но совсем кулекарство сейчас не будем показывать сейчас корей не держаться более-менее что-то дали в общей истории но таким образом ну да потому что я все из-за особенностей техники вынуждены сам все коряпать Игорь Иванович ну всему свое время таким образом ну вот у у римлян и у их наследников все развивалось вот в этом направлении а у греков это дельта их буквы д как я называл дельта как на основании свое стало так и развивало такую форму и в какой-то момент ну одно время писалось так более скромненько раз два три и потом когда-то она стала писаться ну тоже чисто по каллиграфическим причинам вот понимаете когда просто вот ты белословно объясняешь что здесь не за что зацепиться и ну говоришь вот она такая белая форма а если люди сами при этом держат в руках перья то им уже можно объяснить что нижняя палка она начинается более-менее ничем и ничем заканчивается это не очень вообще так характерно штрихи любят какое-то более такие логические она такая вот слишком монотонная или нет вообще штрихи любят какой-то вход и выход потому что если это высекается в камне то там в общем-то свои причины для того более конкретного значения в этом смысле можно понять тех которые писали раз два ну ничего особенного просто как потом под пером каллиграфов эти капельки так вообще бывают они возникают по техническим причинам просто ну так удобнее ты пишешь не очень аккуратными инструментами ты пишешь не всегда тщательно наперебывают какие-то там лишние капли туши и поэтому вполне естественно что ты поставил у тебя получилась блямс такая вот какая-то ну почти штукляктичка провел а в конце не очень аккуратно снял это нам первые занятия наверное четыре приходится биться с начинающими за то чтобы они просто вот чтобы линия закончившись не сделал никакого такого вот брямса там вниз вверх или куда-нибудь потому что человек ведет 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 линию потом думает фу кажется все и расслабился и вот когда он расслабляется и думает кажется все то возникает какой-то такой вот случайный рожок заусенчик такой рыболовный крючочек чего-нибудь да возникает и а потом надо еще понять да что пишет человек ни одно слово ни одну строчку а пишет он ну скажем 300 страниц да на каждой странице там в среднем два столбика и вот пишет 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 человек и когда он переходит уже там на третью страницу он уже многие вещи даже не замечает он привыкает наносить знак определенной формы но на окончании он уже окончанием придает мало значения потому что заканчивая одну букву он уже думает о следующей и не всегда у него аккуратно получается снимать хотя конечно разглядывая их манускрипты в общем то хочется несколько поклониться поскольку при таком количестве письма при таком объеме письма все-таки они умудряются удерживать стиль и удерживать форм буквы почти в первозданном то есть всегда находится с одной стороны виртуозы каллиграфы которые делают казалось бы невозможно и пишут так аккуратно как при таком при таком объеме ну вот предельно трудно а с другой стороны находятся и такие которые идут по пути так сказать наименьшего сопротивления и думают раз у нас раз уж у нас есть какие-то там такие вот импульсы внизу так может быть мы их разовьем раз там в руке все равно хочется что-то сделать так давайте мы не будем делать вид что мы этого стесняемся или не хотим мы просто нарисуем гордую дельту которая имеет прям таки вот раз рожочек и два рожочек и кто нам что скажет рассуждали греки в десятом девятом и отчасти одиннадцатом веке и в их унциале в литургическом унциале как это называется ну вот начались дельты с разного рода такими вот весомыми засечками под строчку которые такому ну без них дельта все равно опознавалась бы но тем не менее это один путь развития дельт у греков а в то же время в то же время как например такие роскошные напрестольные евангелия писались вот таким вот унциалом с такими примерно дельтами в это же самое время набирали набирал обороты совсем другое письмо минускульное где все было округлое где все что можно было как-то связать упростить в одно движение написать все так и писалось поэтому не то что ножик но даже и никакой угловатости там не осталось и вот треугольничек этот как можно было бы написать ну раз два три если все раз два три если все это если совсем лениться и совсем торопиться то получится ну кружочек да кружочек нельзя он уже занят и поэтому нужно кружочек и ну как сказать обрубить его или его огрубить да или вот хороший вариант поскольку ему все равно нужно это один из тех факторов которые тоже движут развитием письма поскольку каждой букве надо тянуться к следующей то это такой важный импульс раз ты все равно тянешься к следующей тогда тогда бывает так что то прирастает кусочек который как бы тянется к следующей букве бывает такое мы увидим еще и дальше и тогда вместо треугольничка получается как бы вот раз два три ну вот так оставить простите так оставить нельзя это просто кружочек да и он как бы вот тянется к следующей букве наверное были времена когда вот все равно так писали это довольно если уж страшно были эти периоды да в европейском но и у греков тоже на ней этого не миновали то есть в целом бывает так что если ты очень торопишься и пишешь не для императора и не для Василевса то у тебя все равно когда-нибудь из-под пера что-нибудь такое вылезет но ты подумаешь упс и никому не покажешь и так будешь писать там и век и два и может быть три а на четвертый ты настолько всем своим таким уродцам надоешь что такой уродец начнет восприниматься как ну вот тоже тоже буква дельта почему нет или на четвертый век как раз родится мастер который вот из непонятно чего сделает красоту вот-вот и такие уродцы настолько намозолят глаз что придет каллиграф который скажет так ну раз мы раз вы так вот пишите ну давайте мы будем просто поаккуратнее покруглее все ну вот так вот например ну красиво нормально нормально а еще можно даже видно а еще можно даже какой-нибудь гордый хвост в конце вот так вот написать это будет ну это же дельты постепенно постепенно привыкается к этому поэтому никак иначе как дельта она не воспринимается то есть дельта и дельта ну все ну то есть оказывается что собственно говоря у ну на самом деле жалко что вся картинка не влезает целиком под камеру но возвращаясь ко всему в целом значит ко всей системе в целом и так был жил был какой-то финикийский такой аморфный треугольничек потом он у римлян очень быстро округлился и дальше развивал уже такую округлившуюся ну каллиграфическую в своем в своем начале эстетику и это округлая изначально форма пошла по своим принципам там играть и в конце концов пришла ну через такую вот форму вот к такой вот форме на которой на данный момент в общем и остановилась но при этом не забывая свою вот вот это вот начальная для нее форма капитальная вот такая вот то есть у римлян она быстро стала каллиграфить того вот собственно такой ну по законам а греческая поступила иначе она с одной стороны долго не давалась такому округлению и не округляясь развела вот такую вот смешную парадную но сугубо парадную форму а в это же самое время она параллельно в курсивах в минускуле как раз округлялась как дай бог каждому и аж вот в такой вот превратилась это у греков и у минускулы маюскулы вы понимаете маюскулы это маюскулы это здоровенные буквы заглавные да минускулы это строчные ну вот эта система чисто греко-римская а мы какую в этом занимаем роль тоже нетрудно сказать мы как раз ну не мы а кирилл и мефодий как раз создавали азбуку для славян именно в тот момент когда греки придумали эти когда у греков развелись вот такие смешные ножки под дельтами и поэтому наши предки именно так и писали или даже еще смешнее не так а еще более так вот скрупулезно им ощущение такое когда смотришь памятники типа астромирова евангелия первой нашей восточнославянской книги что вот они насмотрелись а ну да они насмотрелись на вот такие греческие дельты и хотели бы писать так но писали нет не как мы думаем менее аккуратно наоборот даже более буквалистки они посмотрели и сказали так ну это я понял значит в начале пишешь штрих тоненький потом поставил засечку пишешь штрих толстенький подчеркнул а вот снизу я как-то не очень понял какие-то там были такие мощные треугольники треугольники может мощных не надо да ну ладно треугольники это я помучившись смогу и вот такие они получаются то есть они на самом деле ну менее каллиграфичны потому что их просто более трудоемко писать потом греческие это те я вот это не комментировал но если ну как те пишутся на самом деле довольно лихо ты просто ставишь там ну грубо говоря там пишешь раз два там три а здесь просто вот так подмахнул один получилось такой рожочек здесь подмахнул вот так вот вывернул другой получился правый обычно по длине левого получается как-то так ну и ничего страшного они не такие вот как запятая форме чуть закрученная по часовой стрелке ну и слава богу так было у греков а наши не знали на что они имеют право на что не имеют поэтому в первой системе письма нашего славянского уставе сформировались формы ну в каллиграфических конечно памятниках типа вот такого то есть даже более буквально так сказать чем у самих греков ну это объяснимо потому что буквы мы не сами выдумали буквы эти к нам пришли а вот пришли в каком виде пришли ну значит в таком виде как автомобиль к нам пришел с четырьмя колесами ну значит он с четырьмя и должен так и здесь вот буква такая должна быть нам сказали ну вот мы ее буквально и вырисовываем и с со многими буквами да еще не самое страшное а есть буквы которые ну просто не сделаешь ну вот приходится выписывать ее такой какой она какой она какой она к нам пришла хотя часто это будет просто неудобно и вот собственно начальный пункт развития письма славянского это вот такие вот иногда даже слишком буквально понятые греческие парадные буквы но долго так писать ну в смысле долгими веками так писать невозможно поэтому рано или поздно возникают какие-то упрощенные формы из устава является то что мы называем полуустав и формируется но та же самая да но все-таки ну например вот вот такая почему у нее слева большая а справа маленькая ну вот это тоже одна из тех вещей которые невозможно объяснить вот без пера в руках причем не то что там одно-два слова написал да а вот напишешь там страничку потом другую потом окажется что они действительно у тебя такие даже если ты захочешь ее сделать ну немножко более правильно то в конце концов вот выполняя письмо данным почерком у тебя постепенно какие-то хвосты будут становиться вот вот такими какими какие показаны да то есть они сразу так вроде бы нелогично а потом в процессе письма это само как-то получается но дело в том что вообще сделать так чтобы твой инструмент сразу и лихо начал писать по чистому по чистому листу ну вот не совсем в каком-то смысле не совсем просто нужно как-то немножко расписать что-то поэтому так шаг в сторону а для этого отдельно возьму листочек поэтому в историческом письме мы ну почти не встречаем вот видите у меня тоже не получается я хотел просто палочкой нарисовать такой брусочек но он не получается вот просто такой ровный брусочек это форма которую мы вообще не очень часто встречаем в истории а например вот какие-нибудь вот такие вот штуки чаще они естественнее потому что взять и так с места в карьер начать такую вот палку писать инструменты не очень позволяют а вот так вот а например ну собственно надо что-то сначала как-то разогнаться например поездил вроде пишет пошел но снизу можно уже не делать именно такие палочки с засечками сверху а снизу без мы в изобилии видим в уставе но это если ты хочешь попарадней тут и перо под нулевым градусом что вообще не сподручно и туда-сюда ездишь а если нет на это времени ну как-нибудь вот так вот махнул например или как-нибудь ну вот так вот например махнул или что там еще бывает ну как-нибудь вот так вот в общем что-нибудь какие-нибудь такие вот разного рода эти вот крючочки но как правило они начинаются вот с тонкой с тонкого элемента просто чтобы как-то расписаться опять же да все идет в угоду удобству письма да то есть сначала есть некая идеальная форма вот есть прямоугольная форма да и мы пытаемся ее написать мы пытаемся вот вот целых три страницы пытаемся потом незаметно получается что мы начинаем торопиться мы уже у нас притупляется внимание и мы тихонько-тихонько рука при поворачивается так чтобы ей было удобно это писать удобно и писать не один штрих да а писать буквы с похожими элементами но уже так чтобы ей меньше трудиться и получаются вот такие сначала серифы маленькие да вот потом они потихонечку вырастают и потихонечку начинает и сам штрих становиться более более живым ну я сейчас говорю о том как объясняется вот такая симметричная форма почему она всегда бывает такая что слева большая засечка справа маленькая но потому что вот такие треугольники пишутся следующим образом ты значит поездил поездил вот снова у меня не пишет пришлось придется попастись в чернильнице или в воде вот пишет значит я тут поорганизовал себе лужицу потом ее размазал получилась так часть треугольника потом еще размазал получился полноценный треугольник собственно треугольники приходится писать так в этой ситуации мы пишем вот такую нашу букву д раз написали проблем нет два написали все в порядке теперь нам нужно поскольку направление письма слева направо то все элементы тоже выполняются в этом направлении слева направо здесь нам нужно но по-хорошему конечно наверное надо бы какую-нибудь изящную засечку но это совершенно ну не техник не технологично поэтому даже проще написать что-то такое большое это получится а потом отсюда мы едем здесь у нас все такое мокрое такая вот лужа и здесь уже все равно можно большую конечно делать засечку но ничего не стоит просто краешком как-нибудь размазать и сделать вот такую вот маленькую это совсем ну вот естественно и с пером в руках ты это сразу понимаешь и чувствуешь всеми пальцами и поэтому неудивительно что в истории вот всегда превсегда бывает у всех подобных форм еще брат-близнец этой буквы это такая вот буква т твердо которая тоже выглядит вот так же у нее всегда слева большенькая засечка справа маленькая ну и если если они разные то только так но никогда не бывает наоборот так что легко определить в » наши дни легко определить такие профаные на полуставы если там кто-то наоборот это чаще всего бывает Ну, например, к сожалению, на иконах, потому что иконописцы редко сами пишут вот так от руки, они просто знают как. Ну, что-то такое вот видели, как примерно бывает, что они вроде разные эти засечки, а где большая, где маленькая, они сами-то не чувствуют, поэтому часто бывает вот так наоборот. Ну, ты, с сожалению, констатируешь полную неисторичность этого. Вот, а то, что дальше с этим начинается, с этой Д, с буквы добро происходить, ну, как обычно, потребность в письме возрастает, скорость повышается, писать это в раз, два, три, четыре, пять приемов уже никак не получается, поэтому ты начинаешь, ну, для начала хотя бы раз, два, ну, и здесь все в одно движение, как-нибудь вот так вот, например. Ну, а что, познается, и слава богу. Неплохо, но надо бы еще убыстрить, еще в меньшее количество движений это все вырисовать. Например, ну, раз, два, а может мне вообще сразу уже махнуть по этому нижнему ярусу, три как-нибудь, а что, похоже на предыдущую? Похоже. Тем более в слове там она узнается, да, ну, должна быть Д, а ну, значит, это Д. На другую-то букву не похоже? Нет, не похоже. То есть мы сначала рисуем вот верхний ярус, потом здесь как бы так робко летим-летим, но в идеале вот так вот, да, и как-нибудь по верхнему отметились, ну, например, да. А потом... Что, тут другой вариант? Ну, тут просто еще... Только вы бежалитесь, когда не видно. Да, и такой тоже был перевалочный пункт. Видно, да? О, эти Д, они рекордсменов во всяком своем игре. Ну, и возникает, понятно какая, вы понимаете, к чему мы клоним, потому что рано или поздно возникает форма, которая вот так, 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 но тут считает своим святым долгом пройтись по вот этой вот нижней линии. Она смахивает на нашу современную, да, с хвостом вниз, но на самом деле еще об этом не знает, потому что она вот, вот эта вот горизонталь, эта горизонталь, но без нее пока никак, вот она здесь отмечается. Это ведь нам сейчас легко, да, смотреть, о, вот писали так, через 20 лет так, еще через 20 вот так, а что такое 20 лет? Каждый день люди пишут, 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 да, и кто-то видит в этом, ну, какое-то удобство. Увидел, и если он пишет аккуратно, то вроде к нему и не придерешься. Красиво же написано, ну, а что-то еще. Понятно? Понятно, ну, нормально. А в этом, и вот на момент написания таких букв подоспевают петровские реформы. Рубится окно в Европу, начинается мощнейшее такое влияние латинского письма, и поэтому неудивительно, что имеющие, ну, такое визуальное отношение к описываемой форме латинская, в то время используемая буква «Г», такая, нет, именно «Г», ну, вот, или просто какая-нибудь такая, ну, такой итальянский курсивчик, иногда она более как-то так задорно. Вот так вот выглядит. Ну, это не принципиально. Ну, главное, что она, ну, вот, пускай вот такая вот. Очень близко. Она, наша буква «Д» начинает к ней, так сказать, притягиваться, и по ней именно и выравнивается. И этот нижний ярус начинает отрываться, и она уже начинает писаться поначалу как-нибудь вот так вот, но всё-таки с гордым и большим вот этим вот, да, хвостом. Это очень по-петровски выглядят такие буквы, на самом деле. Но они в типографию тогда, в типографию влезли. Ну, начертания тоже имела такую форму. Ну, а потом так совсем уже европеизировались до такой вот «Г», ну, «Г»-образной формы. И, ну, на этом петровское вмешательство в дела буквы «Д» не ограничивается, этим не ограничивается. Именно в это самое время, возвращаясь к первой своей картинке, не только те латинские формы актуализируются, но и вот производные от вот этой вот формы и вот от этой вспоминают, что «Д» на Западе в это время пишут, ну, вот «Д» вот бывают такие. И отсюда и к нам тоже приходят формы, ну, всякие, всякие вот такие вот, ну, чисто западные. И формируется современная система, когда у одной бедной буквы «Д» есть аж четыре формы. Печатная вот такая вот, курьезным образом сохранившая свои ножки, которые греческая дельта давно похоронила. Наверное, современный грек, я вот все думаю провести эксперимент и спросить современного грека, каково ему такая буква «Д» и эти ножки. То ли он вообще бы удивился и сказал, зачем, то ли он бы сказал, что-то это такое архаическое, то ли, уж не знаю, что. Наверное, скорее всего, как-то так, потому что, наверное, у него все-таки на виду, что они сами так писали, но давно это было. А мы вот до сих пор эти ножки так как-то очень всерьез восприняли. Кроме того, у нас… А, я еще одну форму, про одну форму я не договорил. Таким образом родилась и потом лишь чуть-чуть модифицировалась, но вот так я напишу по-петровски. Вот такая вот форма – это наше собственное изобретение, в скорописи она возникла. А потом, спасибо Петру Первому, и вот такая вот форма с Запада к нам пришла. И чуть было не забыл, непосредственно вот такая вот, зависимая от этой, такая вот специальненькая, вот такая. И сейчас это удивительная роскошь, что существует в системе, все четыре этих формы. Ну, казалось бы, главный претендент на уход – это последняя, и в школе таким не учат, но вот она как бы не очень в системе. Но хотя уже, мне кажется, только в каких-то ранних советских прописях была такая вот буква «Д», но ее давно уже нет. И тем не менее, люди упорно продолжают и продолжают ее писать. И на письме, бытовом письме у многих сосуществует и такая форма, ну вот школьная, и такая форма буква «Д», так что вряд ли она теперь уже вымрет. Ну, а все остальные – это просто вот прописная, это, ну, строчная такая же, это прописная, курсивная, все остальные вот такие вот честные, добрые. Ну, вот про букву «Д» – это наш любимый сюжет, потому что их аж четыре разных формы, но на самом деле каждая буква «Д» – это такой маленький уход в историю. И нет ни одной буквы, про которую не было бы вот каких-то таких интересных и всегда, что самое для нас отрадное, всегда каллиграфичных сюжетов. Вот почему у нас… Наверное, единственная буква «О», да, она всегда круглая, но и то она не всегда была круглая. И то были времена, там, в шестом, там, седьмом веках, когда букву «О» писали так, что ее сразу не знали. Ну, да. Ну, всегда бывают какие-то казусы, например, буква «Т» у нас, она одна на всех, что греческая, что наша, что латинская. Но мы свое пишем вот так вот, латиняне свое пишут вот так вот. Ну, греки пишут почти скорее вот так же. В то же время есть буква, например, как мы выяснили, но буква «Д», которую мы пишем так же, как латиняне пишут свою букву «Г», то есть каким-то таким неожиданным образом. А греки, ага, а греки ее пишут вовсе вот так вот. То есть какие-то такие вот интересные игры, которые, объяснение всех этих игр, вот, всегда исключительно каллиграфичное. Ну, вот возьмешь в руки перо со временем, поймешь. Или у нас с греками одна на двоих буква «Г», ну, букву «Г» вы знаете. Она вот таковская, а у них она неожиданно вот таковская. И как такое возможно? Причем вот это вот, этой формы вправе гордиться. Ее нет ни в помине ни у каких греков, ни у латинина. Это вот что наше, так это наше. Полное наше ноу-хау. И на самом деле, откуда такое берется, ну, из того, что и каллиграфировать, и писать тоже можно по-разному. Вот, например, ну, я считаю, что это, конкретно эта разница берется просто от очередности написания. Как писать букву «Г»? Делай раз, делай два. Или делай раз, делай два. По сути, то же самое. Но если ты пишешь сначала вверх, потом вниз, то у тебя получится, если ты убыстряешься, сначала вверх, потом вниз, сначала вверх, потом вниз, и думаем о следующей букве, так сказать. А если мы будем писать сначала палку, потом вертикаль, то мы будем писать палку-вертикаль, 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 ну, и рано или поздно к такой греческой гамочке придем. То есть это вопрос, вот, дух-то очередности написаний, и какие-то неестественные, когда вот не все равно, как писать. Например, букву «Е», ну, никакой дурак не будет писать, допустим, делай, нет, делай раз, потом делай два, делай три, делай четыре. Ну, это как-то совсем неестественно. Ну, это как-то разно, на самом деле, да. Ну, то есть сам Бог хотел писать раз-раз, конечно, ну, а дальше уже не так принципиально. Но, например, бросить, потом написать вверх, потом там, не знаю, низ, потом среднее, ну, это совсем уж неестественно. А вот в случае Г, ну, по большому счету можно и так, и так, и доказательство тому, что мы пошли по одному пути, греки пошли по другому. Ну, и на самом деле, это мы все на первом занятии говорим, что вот становление современной трехколоночной системы прописная, строчная, курсивная, это чуть ли не самое интересное, что было в истории вообще письма и каллиграфии, как ни странно. И действительно, здесь столько всяких интересных сюжетов, но система эта на Западе сложилась веку, наверное, к девятому, а у нас там послепетровские времена все были, мне не устоялось. И дальше система сама по себе не очень менялась, но эстетика менялась очень сильно. И вот давайте, может, я как-то, Юрий Иванович, вы можете здесь как-то ближе подсесть? Пару слов еще хочется сказать про то, что возникло в веке XVIII, когда, наконец-то, на смену перьям сначала тростниковым, потом гусиным, пришли перья металлические. Это было определено тем, что металлурги, собственно, научились формировать, производить нормальные металлические перья. И, наконец-то, ну, собственно, все, что говорилось раньше, было приложимо почти исключительно к пластике плоского инструмента. Вот из чего мы начинали, вот эти всякие игры, это все вообще актуально, когда пишешь чем-нибудь плоским. А плоским ты пишешь, потому что ничего острого просто нету тебе. Ну, ты берешь гуся, гусиное перо, ты его можешь, конечно, остропы точить, но много таким не попишешь. Всякие там для красоты вензеля вывести-то можно, но если ты хочешь писать страницами, то остро затачивать нецелесообразно. Нужно все-таки, да и заточишь, все равно оно подразохматится, и все равно получится вот такой вот контраст. И вся пластика все время связана вот с таким вот контрастом. Рады были бы писать без контраста, если бы, вот, естественно, глупо говорить, если бы нашу самую за, там, 4 рубля шариковую ручку, на которой написано, там, сколько, 2 километра или что, дали древнему любому писцу, он бы сказал не то, что спасибо. А если бы не взял, то подумал бы, что слишком хорошо и, наверное, бесовщина, вот, единственная причина, по которой он не взял. Но, конечно, это мечта, чтобы пишет остренько, тоненько, пишет там в любой позиции, в любой, это такая мечта. И, наконец-то, в веке 18-м придумали металлические перья, которые избавили нас от необходимости писать чем-то таким плоским. Но веками сформированная вот вся вот эта вот эстетика, все, что тут я накорябал, у всего этого есть контраст. Что-то здесь толстое, что-то тонкое, это все вот обязательно с контрастом. Поэтому сразу отказаться от контраста было, конечно, невозможно. И металлические перья, которые вообще-то могут, конечно, писать просто все тоненько, никто так поначалу не использовал. А постоянно писали, ну вот, с нажимом. Если вы наших дедушек, бабушек спросите, а вот ты в школе чем писала? Она скажет, ммм, острое перо, и вот начнем вспоминать вот мирок, связанный с острым пером, там чернильницы, промокашки, специальные такие вот двумя кнопочками, двумя пуговицами скрепленные несколько кусочков материи для протирания пера, чернильцы непроливайки и прочее, прочее, прочее. Но вот номер один вот в этом ассоциативном ряду вещей, связанных с пером, будет обязательно нажим. Вот всегда люди, как прям вот такой главный мантра вспоминают, да, вот помню, помню, нажим. Они очень оживляются, на самом деле, когда мастер-классы проводишь, да, и приходят дети с бабушками и с дедушками, вот, дети сидят уже им как-то это все, вот, а те сразу оживляются, говорят, ой, да, вот оно, вот оно, наше детство, вот они наши первые классы. Вот, и поэтому, собственно, потом без, так сказать, без, ну вот, физической необходимости, но в наследие прежней эстетики сформировалась пластика письма острым инструментом, но вот взамен прежней игре контрастов, толстая-тонкая, приходит игра нажимом, что-то тонкое, что-то толстое. А в то же время металлический инструмент же такой маневренный, и формируется эстетика вот того, что в народе называется кэперплейт, ну, то есть такая вот каллиграфия острым пером, чего бы такое нам продемонстрировать, Юрий Иванович, как вам, вы, может, поменяемся или как? Ну, то есть вот, вот это наше простое перышко. Вообще говоря, когда я, например, пришел в первый класс, мне в голову не могло прийти, что есть, могут быть, в принципе, какие-то варианты, да? То есть все всегда писали вот такими перьями, вот такими вот, где такой пирог, вот такой, наподобие. Есть перышки со звездочкой, которые позволяют что-то такое. Вот, ну и нажим, да? Да я подвину ее, в принципе. То есть если просто написать линию, да, вот она вот такая, если я ее с нажимом сделаю, она сразу оживает. А, кстати, вы же знаете, в современных детских прописях рекомендуется буква Д, пишешь-пишешь, а потом она сама, самое себя перечеркивает. Ну да, ну вот сейчас буква Д, раз, 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 и пошла к следующей букве. Раньше в рамках, вот, когда ты нажимом акцентируешь то, что важно, ты потом волосяным штрихом действительно очень эстетично можешь вот так вот потянуться к следующей букве. А сейчас, когда без контраста просто вся вот буква такая идет, и потом себя перечеркивает, хуже, чем на логотипе Динамо. Это вот совсем так вот странно. Вот, ну вот та же Д, да? То есть вот нажим, нажим, он, конечно же, сразу оживляет букву. Вот это если без нажима, вот она с нажимом, так, бумажку надо держать. Давайте здесь. Вот, ну и дальше, когда пирог катится, да, естественно, уже хочется чего-то такого интересненького. Интересненького. Покрутиться где-нибудь. Вот так вот. Вот. Понимаете, когда человек получает в руки вот такой инструмент, а ведь альтернатив особо не было. Были гусиные перья, и им особо много такого не накрутишь. И когда получили вот возможность носиться вот таким образом, ну тут уже просто народ было не удержать. Потому что, ну хорошо. Вот я напишу вот, вот просто А, да? Допустим, вот так раз. Ух ты, ладно, мы напишем, чтобы видно было. Видно? Видно. Ну и вот какой-нибудь вот, сейчас. Вот такой вот А какой-нибудь. Ну тоже, в общем, достаточно скромненько, да, то есть вот как инициальчик она может работать. Это вот так вот она где-то должна быть или там, или там. Везде, да, как только человек получал какой-то инструмент, он тут же начинал его, изучать ее возможности. И, значит, по окончании, грубо говоря, рабочего дня, да, когда отпала необходимость срочно что-то написать, там, восемь страниц вот за день, да, написал, отдал восьмую страницу, фу, перевел там дух. И потом можно совершенно спокойно посидеть и попробовать, да, а что может мое перо там. Где есть-то, вон, вот, ага. Буклу Г, если написать, да, просто. Ну, всего лишь там, ну, Г, да, написать там что-нибудь, не знаю, там, просто имя Галя, например. Ну, это я так вот. Галь нету? Галь нету, да? Нет. Правда, вот, вообще, вообще, конечно, способствовало развитию каллиграфии и книгопечатания, когда отпала необходимость писать книги вообще вот тиражами, да, ну, как, посадить человек, и будет он писать, ну, он полгода будет писать, ну, что делать, никуда не денешься. А когда не надо писать много, а человек умеет, и у него там полно учеников, и эти ученики могут что-то такое-такое тоже накрутить, он там выбирает, да, у него они раз, и кто-то что-то новое придумывает. Тут, конечно, творчество просто расцветает таким фонтаном, салютом, чем еще. То есть, вот как Бутенберг свое изобретение изобрел, так постепенно сфера ручного, зона ручного письма начинает сужаться, естественно, как вот в энциклопедии Брагауза и Фронт справедливо написано, что после изобретения книгопечатания искусство красивого письма стало падать, и в наше время там как-то очень мало, то есть не в наше, а в ихнее время очень мало проявляется. И то, что раньше центром каллиграфии, так сказать, был скрипторий, вот люди сидят, пишут книгу, это вот самое главное, ну вот где делают каллиграфию. После Бутенберга вместо скриптории встали типографии, а главное место, где делают каллиграфию, главным местом стали, ну, канцелярии, потому что пишущих машинок еще вроде не было, а как-то красиво и быстро уже нужно было. И, ну вот, таким центром стала канцелярия, а в канцеляриях важно, иногда важно писать очень красиво, и в этой ситуации, конечно, тоже. Но по-своему, вот, допустим, инициалы какие-то такие орнаментированные в меньшей степени склонны развиваться, а вот такая вот всякая орнаментика очень даже. Да, ну вообще, конечно, это отдельная песня, как выкручивалась каллиграфия в условиях того, что очередные технические запретения все дальше и дальше сужали сферы ее применения. Так было задумано. Вот, ну вот, то есть стали вот такие вензеля делать, да, для царей, ну, вот, например, да, условно говоря, для Николая Первого, вот, конечно, потом можно было там из нее что-то там еще и дорисовать тут. Но изначально, когда делалось, потом они даже стали вертикальными, да, но это уже такая декоративность пошла, которая шла уже в угоду, ну, некоторой такой стабильности, да, то есть царь, значит, вот что-то такое, отец нации, вот, и, естественно, надо тогда что-то такое четкое. Тут же вот часто вензель Екатерины, да, бывает, мы знаем, Екатерины II, вот, тоже вроде бы ни на чем, вот. То есть вот стартовая форма такая, ну, и потом уже дальше она доводится, так, куда-то я залез-то. Вот, то есть это письмо, оно приобрело уже, с одной стороны, декоративность, с другой стороны, ну, такой, ну, если не развлекательный характер, то характер такой отдушенный. Очень часто писатели этим грешили, очень здорово писал Гоголь, очень здорово писал Достоевский, вот, то есть сидит ему там, он не знает, как вот еще, не придумал, как проценчицу убить, да, он сидит, что-нибудь красивое такое, как напишет, очень красивый у него был почерк. А Гоголь, он, к тому же, еще и работал просто в канцелярии, вот, для него это была его работа, поэтому он так иногда и описывал этот процесс, то есть он со знанием дела его описывал. Так, ну, что-то я прям растерялся, что-то написать, да, ну, давайте напишем, у нас сейчас у одного дядьки юбилей. Миша, да, Майкл, да. Здесь, видите, здесь нажим обязательно везде, где он был бы, если бы мы писали глазским инструментом. Конечно, это не всегда было так, и... Ну, это то, к чему мы привыкли, да, ну, то есть уже за века как-то глаз привык, что вот основной штрих, он толстый, он является основой буквы, и он держит букву, да, поэтому здесь как-то само собой стало получаться, что вот перо сделано вроде бы как бы случайно, да, с расщипом, а он-то, собственно, только для того, чтобы тушь держалась хорошо. Пожалуй, в веке только в девятнадцатом мы зашли, это такой вот принудиловки нажима, и здесь главное имя это Спенсер, такая спонсерианская каллиграфия. Это в Америке, где-то в середине двадцатого века, девятнадцатого, простите, был такой Роджер Платт Спенсер, который, как полагается американцам, был очень приличным человеком, и решил объединить каллиграфию, как ни странно, с, ну, с бизнесом. Ну, не все там на бизнес, да? Создавал школ, где учили, ну, понятно, раньше это было действительно важно, вот в учебниках Спенсера, там много раз повторяется паризм на тему «хороший почерк, дорога, хорошая зарплата». И действительно, тогда это было актуально, и в этих школах учили основам, ну, вот, делопроизводству и новому спонсерианскому ульяновскому. Письмо, где нажим уже не в каждой букве, а вот без такой принудиловки и обязаловки, а нажим как средство подчеркнуть, выделить какие-то акценты, где хочешь, где нужно, где там в качестве инициала, ты вот поиграл нажимчиком. Ну, естественно, это вот все подготовило почву для того, что потом, когда изобрели уже инструменты типа там шариковых ручек, то все на них с удовольствием пересели. Естественно, если бы вот в момент, когда все писали, ну, грубо говоря, в такой эстетике, то есть обязательно нажимом, если бы тогда родилась шариковая ручка, то, ну, люди бы не поняли. Или подумали бы, ну, спасибо, конечно, но это, наверное, не для канцелярии, а просто для каких-то бытовых записок, потому что, ну, как писать-то, как же... А потом было некое, как сказать, традиции восприятия красивого письма, да, вот что считать красивым, а что считать некрасивым. Вот какие-то шрифты нашего времени, да, да, те же гротески, вряд ли тогда бы сочли бы нормально, сказать, ну, что такие какие-то они все худые, особенно если тонкие, там, легкие, да, они бы сказали, ну, ребят, ну, это разное письмо, это просто графема, скелет буквы, ну, не более того. Вот, а сейчас, в общем-то, мы и это воспринимаем, и уже смотрим немножко на другое. Сейчас я ее поставлю, ну, вот такая концовочка какая-нибудь, да? Вот тут, ну, что-то я это, вот это начало, вот это, а вот здесь вот конец, вот. Вот, ну, поскольку ему 200 лет, да, тут еще и цифир какой-нибудь поставим. Все помещается. У нас «Острое перо» — это отдельный курс, вообще у нас большинство курсов такие плотно теоретические, исторические, и там, наверное, примерно поровну, сколько мы рассказываем про перипетии развития и сколько мы пишем прописи, ну, и тексты. А «Острое перо» — другое дело, здесь самый такой физически нагруженный курс. Вот вчера у нас было занятие «Тишина», и только что перья вот не скрипят, раньше пели, больше скрипели, но вот полная тишина, и все сосредоточенно, корпят, и так три часа, это вот самое такое. Да, приходится останавливать, потому что, когда человек увлекается, он не замечает, что у него пережимается указательный палец, постепенно немеет, этого допускать, конечно, нельзя, поэтому заставляешь их останавливаться, вертеть рукой, там, разминать пальцы. Вроде бы это не чувствуется, почувствуется это ночью, когда ты будешь спать, а у тебя будет рука болезть. Да, но потом мы говорим, ну что, Чайко, и все такие измученные, мы сегодня очень устали. Домой буду ползти, да. Ну, действительно, мы-то хотели, собственно, у нас есть такой ход, конечно, подхода, путь подхода вот к этому письму именно исторический, да, потому что хоть письмо и развивалось, латинское и византийское, далее славянское разными путями, но в конце концов, вот при выходе на печать, ну, стали они просто одинаково писаться, да, графика практически одна и та же стала. То есть мы видим сейчас очень много шрифтов в том же компьютере, да, когда есть русский вариант, есть латинский, набрал, и вроде один из другого не выпадает. Вот, ну, и мы как раз вот хотели поймать вот тот момент, когда они опять стали похожими, и как они постепенно вышли на вот такое письмо. Они вышли, ну, достаточно логично, каждый своим путем, но, в общем, письмо, оно вполне себе стало подходить одно к другому, да. Ну, просто берем, да. Ну, многие буквы просто, как мы знаем, одни и те же. А те, которые не такие, они тоже такие же. Это не уходи еще, две, две. Спасибо. 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 То есть буквы имели практически ту же самую графику. Имели еще, assim, нет. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Возрождение. 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 Трогательно видеть, как эти язычки у буквы Е вначале такие обязательные и думаешь, до чего дались им эти язычки. А на самом деле это был обязательный элемент, это был центральный. Ну вот мы же не можем написать буквы Е просто такой скобкой, нужен язычок промежуточный, центральный, и он вначале так и выглядел, и лишь потом догадались, что это тоже буква Е. А были, конечно, времена, когда написанная последняя форма скорее бы как С идентифицировалась, потому что ну а куда без язычка-то куда? Ну да. Тут, конечно, тут есть С, да. Тем более С всю жизнь писалось два приема, вот как Юрий Иванович сейчас скажет, делай раз, делай два. И это вся, ну это была такая вот догма, и лишь потом она научилась писаться в одном движении, и тогда буквы Е разрешили бы такое, в общем, долгие. Ну да, потом она у нас там уже. Хорошо, пускай это будет маленькая. А какая большая? А большая у Римлян вот какая была. Ну вот они отлично стоят вдвоем. А греки очень логично. То есть и вот так-так очень логично, и вот так-так очень логично. То есть тут все разные пути, разные логики, но все естественно. Греки же и сейчас свои псилоны пишут. Камни, они ее вырубали вот-вот. А, или это? Нет, шучу, шучу. Это у нас Сигма. Да. У сих мы там свой путь, не будем вам голову удурить. Вот. Целая материя, да? Да. Не, на самом деле у каждой, да, вот, ну вот, написать вам вот такую, вот это вот, да? Вот скажите, что это такое? На что это похоже? Это буква, цифра, что это вообще? На оленя похоже, не может. Вот, да. На логотип газа слегка смахивает. Волги, в смысле. Вот. А на самом деле вот, это вот эта буква, вот она потом в нее переросла. А сначала-то она была... А это, кстати, все читают, но никто не может такое нарисовать, кроме, собственно, шрифтовиков, никто вот воспроизвести такое не способен. Хотя вроде, что тут, да, вот. То есть говоришь, а вот у буквы Г еще есть какая-то такая форма, там что-то внизу болтается, наверху что-то такое. Люди говорят, а, да-да-да, но нарисовать не могут. Вроде бы, да. Да, вот действительно, все читают, не никто. Ну, кстати, к букве А, наверное, тоже трудно привыкнуть, да? Такой как-то ходит. Да, 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 да. Все-таки, да, может при желании. Вот. То есть это уже, скажем так, типографские исполнения. То, к чему сейчас привыкли, да, это типографские литеры. Вот. И мы уже привыкли к их форме. Их форма, она для нас уже является такой базовой. И то, что немножко отличается, ну, отличается. А на самом деле все же пришло в типографию именно от рукописного. Вот. И первые типографские буквы, которые и Гутенберг делал, ну, и в его время много народу делалось. Просто это делало. Просто Гутенберг первый стал подписывать это дело. И Иван Федоров у нас, они очень-очень точно копируют рукописное письмо. Рукописные буквы. Потому что, ну, как, придумаешь ты другие буквы, тебе скажут, что ты там дурь какую-то придумал. А тут вроде тоже такие же буквы, только напечатанные. И так же их легко воспринимать, их читать. Поэтому сначала все это было четко имитировало письмо. Вот. А дальше уже у типографии, как у процесса, появились свои законы, свои технологические какие-то необходимости. И пришлось это все буквы тихонько подтачивать, где-то дорисовать, где-то. Вот. Ну, это правда, про это можно тоже долго говорить. Вот. Давайте, может, вы что-нибудь спросите, что-нибудь вам интереснее было бы. Потому что, правда, для нас это, у нас это, скажем, сколько, ну, вот шесть направлений примерно, да, таких боевых. То есть базовое одно, потом два готических, два славянских, ренессанс и вот это острое перо. Вот. То есть вот по этим направлениям мы, в общем, стреляем и вполне себе это через руки пропускаем. И стараемся в руки вложить ученика. Вот, кстати, Максим Жуков, это известный дизайнер, он говорил, что да, Лазурский нас просто гонял, как сидоровых коз, вот, по Трояновой колонне. То есть это самое красивое римское письмо. И мы в натуральную вечерину там его и писали, и чертили, и что с ним только не делали. Скорее всего, чертили. Чертили, да. Просто буквы Трояновой колонны, римское квадратно-капитальное письмо, которое такое самое, ну, и до сих пор остается таким стандартом, де-факто, для латинского письма, долгие века воспринималось как то, что нужно чертить, ну, начиная с трактатов возрождения итальянцев, там, немцев и так далее, французов про это, воспринималось как письмо, которое вот основа его красоты, основа, простите, эстетики, это в его геометричности. Поэтому берешь циркуль, делаешь окружность, делаешь вторую окружность, отступив столько-то, и так далее, и так далее. Только в 20 веке задумались о том, что можно не только вычерчивать, а и писать. Поэтому, например, тот же Лазурский, когда об этом говорит, о нем, то, ну, вот как-то так, такими высокими словами описывает, например, ну, эстетичность буквы О, у которой действительно там такой контрастик, она от толстенького к тоненькому переходит, это действительно, ну, вот красиво, но гораздо как-то интереснее и зажигательнее, что это не по геометричному красиво, а это по полиграфичному красиво. Это просто доведенное, чуть доведенное до ума, ну, вот как хвостику буквы где-то буквы Г. Юрий Иванович что специально никак не старался, так что здесь было тоненькое, здесь было толстенькое, это автоматически получается такой контраст при работе плоским пером и много такого втроя в буквах классического римского капитального до что просто но вот такая не переосмысленная а доведенная до пожалуй такого до вершины эстетика плоского пера то есть такая каллиграфическая эстетика об этом то сразу как надо бы это вот это как раз часто просматривают такие классики ну да все думают что это вот его вот чертится а почему-то му-то же а левая стойка тонкая правая толстая да ну вроде ну так вот они так придумали почему придумали потому что инструмент так придумал потому что вот мы берём инструмент и просто пишем букву а вот я поставил под углом да и вот я левую линию провел правую провел какая тонкая какая толстая левая тонкая правая толстая там h например раз два три c ну или о да вот по сразу видим да где перо набирает свою ширину там самое широкое где перо идет вдоль своей тонкой части да там она естественно штрих тонкий и это это пластика она вполне естественно родилась естественно для исполнения на камню но конечно приходит там каменщик да и он то что написал художник он там по линейке там проведет и то что мы теперь видим да мы думаем ну вот там мужики по линейке провели а чё это не именно так про или а то что так так пишется вот когда так было написано ну естественно да там чередование буквы вот той же вот она вот толстая вот толстая тонкая тонкая а всего лишь я под одним углом держу 1 и когда она идет сюда она конечно делает тонкую линию когда идет сюда конечно толстая то есть из была настолько крепко это традиция насколько она хорошо выработалась вот к рубежу наших да что по-другому как-то люди и не мыслили и естественно ты написать то если что-то неаккуратно да если что-то надо написать на стене вот как папе их потом откопали если надо быстро написать но ты быстро пишешь как получилось так получилось но тоже традиционно а если надо что-то строгое написать да еще и не дай бог выдал ведь в камни ну там конечно уже такой такой более технологический более строгий подход но опять же в рамках то есть этики которая была и лазурки кстати он всегда когда даже когда вот свой шриф дел до гарнитуру и курсивную гарнитуру он очень строго смотрел как это вот согласуется с рукописным письмом и и Продолжение следует...